Поздравляю с победой. Что с следующим? Следующий. Спасибо. Спасибо за поздравление. Следующий. Я бы хотел, конечно, максимально приблизиться к титулу. По крайней мере, попробовать. Посмотреть, насколько хватит моей силы. Поэтому хотелось бы из топ-5. Имя есть какое-то? Все, которые из топ-5. Не кажется ли тебе, что ты примерно на такой же позиции, как Анкалай? В смысле того, что ты очень хорошо себя показываешь, выигрываешь, но много не говоришь, не болтаешь сильно. Из-за этого у тебя нет такой большой медийной... Ну, как бы в мидите не видно так сильно. Не думаю. Я так не думаю. Люди говорят, не говоришь. Ну, лучше не говорить и хорошо драться. Выигрывать свои бои досрочно, чем говорить много и не драться, не выигрывать. Поэтому... Тебе интересно подраться с Пирейро в каком-то моменте? Конечно. Конечно. Он сейчас в поиске у него, поэтому... Конечно, интересно. Там, я вот только что говорил, у него так много хайпа, но это... Я не знаю, как будто... Как будто супер-боец. Я не верю в это. Я в любое время готов с ним подраться. Люди, которые бойцы, которые с ними дерутся, ну... До выхода в октагон, их лицо посмотришь, они уже, ну, проигравшие выходят. Надо просто выйти и подраться до конца. Возможно, я не самый сильный боец. Возможно. Но, тем не менее, я готов с любым подраться. Я уверен в себе. Я уверен в своих силах. А то я бы не сидел здесь. Ты говоришь, что они заходят с такими лицами, уже проигравшими, когда его только видят. Когда в октагон приходят, они уже как будто... Ну, мне так кажется. А ты, если будешь стоять напротив него, такого эффекта у него на тебя не будет? Ты будешь себя чувствовать уверенно? Ну, конечно. А как по-другому? Я смотрю на них, и, ну, мне стыдно, на самом деле. Говорит он о стыдномене, ну, как-то так. Каких бойцов именно ты имеешь в виду, за которых тебе стыдно? Которые уже проигравшие выходят в октагон. The ones that come out to the octagon already lost, as if they lost already. Он же спросил меня против Переи, которые... This is what you ask, right? The ones that are fighting Переи, right? Those. Okay. Fair enough. Thank you so much. Азамат, поздравляю с победой. Приветствую тебя. Отличный нокаут, и, судя по тому, что уже было на турнире, 50 тысяч, скорее всего, достанут тебе. На что потратишь? Congratulations with the victory and very beautiful victory. Вот мой друг. And compared to what we've seen so far at this event, it looks like 50,000 will be here. We'll see, maybe the 50,000. Yeah, it's okay. Yeah, maybe they'll be mine. Ну, может, уже какие-то есть все-таки предположения, не знаю, обновить автомобиль. Я просто видел, ты выложил в Инстаграм фотографию из автомобиля, и на сиденьях были... Нет, ты выложил у меня эту фотографию. Когда мы разговаривали, это ты выложил, а нет. Недавно совсем в сторис ты выложил фотографию у тебя на подголовниках. А, да? Да, будто машина либо не твоя, не знаю, но она была... Возможно, не моя. Я просто не знаю. Не могу вспомнить эту фотографию. Может быть, мы потратили. Не решил еще, да? Нет, нет. Очевидно, что... Обязательно отвечу, если получу. На этот вопрос, если дадут мне. Если я получу бонус, я обязательно знаю, что я буду потратить. Если он выиграет пояс, если я максимально приближусь, потом поговорим об этом. Если он получит титул, и я получу как-то близко к этому, то мы поговорим об этом, если я принимаю это или нет. Спасибо. Азамат, приветствую, поздравляю с победой. Вот ты чуть раньше сказал, что лучше хорошо драться, чем плохо драться и много говорить. А почему, что тебе мешает, например, совмещать, учитывая, что ты хорошо дерешься, что тебе мешает начать говорить погромче? Вот ты сегодня задался вопросом после боя, почему ты дерешься в прелимах. Ну, наверное, причина в том, что, может быть, тебе все не очень нравятся, насколько ты активен. И, может быть, в этом компоненте стоит чуть прибавить. То есть во всех аспектах, да, имеете в виду? Имею в виду в плане разговора. Во всех боях? Нет, в разговоре, в разговоре исключительно. В боях ты уже показываешь на деле, на что ты способен. В разговоре имею в виду. Ну, не знаю, кому-то это легко отдаётся, кому-то тяжело отдаётся. Знаете, я отвечаю на вопросы, как я думаю. И всё. Спасибо. В этих четырёх боях, в четырёх победах, которые ты показал в UFC, ты показал отличные удары, отличные удары ногами, отличную силу, очень большую силу. Но некоторые говорят, что тебя ещё никто не протестировал в партере. Что ты можешь на это ответить? Ну, потому что они смогли. Потому что они не смогли. Я думаю, любой бы этот хотел бы сверху оказаться и добивать меня. Я уверен, что все любят меня на top of me и пытаться закончить меня. Спасибо и congratulations. Салам-малейкум, Азумат. Поздравляю с победой. Вот, очевидно, ты уверен, что победишь Пирееру. А сколько бы он продержался, если бы этот бой состоялся? Я бы так ответил. Я бы до конца подрался. Сколько он не продержался, я бы подрался. Я бы сказал, что я бы ходил по дистанции, если бы я хотел. Не важно, сколько он должен ходить, я бы ходил по дистанции с ним. У Пирееры такие оружия, как левый хук и кики. А что твоим ответом бы стало? Он имеет эти оружия. Левый хук, он имеет кики. Как бы твоя ответа на это? Ну, знаете, у него манера кикбоксинга полностью. Поэтому, ну, понятно, что он непростой боец, что он хороший, что он, по крайней мере, поздно у него. Поэтому, ну, ММА это все равно чуть другое. Я бы, как бы, чуть более динамично с ним поработать. Я думаю, он не смог бы там свои вот кикбоксерские навыки полностью показать. Пиреера кикбоксер, а ты рукопашник. Что из этого является лучшей базой для ММА? Он кикбоксер, ты более чем-то хенд-хенд комбат. Какая лучшая база для ММА? Я думаю, что однозначно рукопашник будет. Кикбоксер. 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 Кикбоксер.